Российские миротворцы продолжают оказывать гуманитарно-медицинскую помощь жителям Нагорного Карабаха и вести плановые занятия по боевой подготовке. По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие миротворческого контингента передали гуманитарную помощь от благотворительных фондов в виде кухонных и продовольственных наборов населению села Чапар Мартокерцкого района Арцаха общим весом более 4 тонн. Сегодня в населенном пункте Чапар Мартокерцкого района проведена гуманитарно-медицинская акция, в которой приняли участие 27 семей. 11 семей многодетные, 16 семей вынуждены переселенцы. Кроме этого, в центр гуманитарно-медицинский отряд специального назначения была оказана помощь местному населению более 120 человек. Гуманитарная помощь в виде продовольственного набора более 4 тонн. Специалисты медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента развернули пункт приема граждан в штатной пневмокаркасной палатке. Военные врачи оказали консультативную медицинскую помощь, в частности терапевтическую, хирургическую и офталмологическую помощь многодетным семьям и вынужденным переселенцам. Миротворческие силы Российской Федерации приехали к вам сюда провести гуманитарную медицинскую акцию, которая будет включать в себя выдачу гуманитарной помощи в виде продовольственного набора, который сзади вас. Выдаваться будут семьям, многодетным семьям, как по заявкам главы района, и семьям переселенцев. Всего 27 комплектов. Я заместитель главы деревни, от имени нашего деревни хочу выразить нашу благодарность за гуманитарную помощь и за медицинскую помощь. Наша деревня очень нуждается в медицинском помощи, и мы благодарны российскими миротворческими силами. У нас есть около 400 жителей, у нас есть медицинские учреждения, но у нас нет аппаратуры, чтобы людям оказали глубокую помощь, медицинскую помощь. И у нас есть врач и медсестра. Расписывайтесь, где галочка? В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения российского миротворческого контингента отрабатывают тактику ведения современного боя на полигоне Степанакерт в Нагорном Карабахе. В целях внедрения нестандартности процесса обучения военнослужащих ремонтных подразделений было опробировано выполнение комплексных упражнений стрельб личным составом ремонтного взвода. Личный состав был введен в определенную тактическую обстановку, решение которой подразумевалось выполнением трех тактических задач. Это преодоление минно-задных заграждений, нанесение огневого поражения мелким группам противника и эвакуация условно подбитого БТР с поля боя. Личный состав с поставленными задачами справился, показал высокую слабость экипажей, цели занятия достигнуты и по итогам занятия личный состав оценен по результатам выполнения нормативов. В ходе занятия водители бронетранспортеров БТР-80 в условиях горной местности совершенствовали навыки по экстремальному вождению на максимальной скорости в составе колонн через минно-взрывное заграждение. На тактическом поле в условиях максимально приближенных боевым военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы противника, а с использованием БРМК специалисты-ремонтники в кратчайшие сроки провели эвакуацию поврежденных машин на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности. Условия боевой остановки нужно действовать быстро и четко, подъехать к машине, зацепить ее правильно и быстро эвакуировать с поля боя. И это зависит не только от меня, но и от всего экипажа. На практических занятиях активно применялись холостые боеприпасы к новейшим автоматам Калашникова АК-12 и средства имитации ручные дымовые гранаты РГДП. Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих предразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники. Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около ста военнослужащих российского миротворческого контингента.